Правильно, правильно, подбирайтесь, подбирайтесь, подбирайтесь. Самые дисциплированные у нас тут на танцполе, вернее, на поэтической площадке люди, это папа с дочкой. Поэтому мне нужно будет фильтровать немножко темы стихотворения и слова. Но поначалу я попытаюсь это сделать. К сожалению, в единственном экземпляре у меня тут книжечка с такими достаточно для семейного прочтения стихами, поэтому начну с них. Лет? Нет, я не напрашивался, спасибо. Ну, можно, можно. Я люблю лезть. Я аплодисменты. Мерси, мерси. Вот, ну, предупреждаю папу, предупреждаю заранее. Сначала будут стихи детские, потом полудетские, а потом уже жар-угар. Так что, вот, дочку надо вовремя с танцпола будет увезти. Лето на телеге, морюшку везут. Рыжий кот и ежик косточки грызут. Вечер догорает, уголь и дымятся. Лето было раем, да пора прощаться. Собирать тетради дочке неохота. Да читать Айвенгу, ну его в болото. Лучше с пацанами мячик погонять. Да лягух у заводи взад понадувать. Подросла девчоночка, мувит, мувит, дует. Кто-то ж мою ягодку снимет и надует. Буду, как кутунью я, голосить о дочке. Где же игрушки, сосочки, где вы, ползуночки? Сколько вас поверило озорным балбесам. Шли по чисту полюшку, заблудились лесом. Вот бы с чьей-то ягодкой заблудиться мне. Только чтоб никто потом не донес жене. Не грехтите, сосны, не грусти, рябина. Дочка моя умница, в дом приманит сына. А пока дитё ещё, надо наскакаться. Пью за лето красное. Наливайте, братцы. У реки. Я однажды тебя повстречаю На кудрявом речном берегу И в портвейном тебя накачаю И что я неженатый солгу Облежу я игриво и нежно Завитки на затылке твоём И стащу с тебя юбку небрежно А потом затащу в водоём Буду липко к тебе прижиматься Под водой, а потом и в траве Птичка, зайчик, не надо ломаться Прошурчу я твоей голове Голова замотается нервно Ну а тело обнимет меня Отпусти, ты не понял, наверное? Ой, какая большая фигня Надо мной только что пролетела Эта девочка верно сова И расслабится мокрое тело И укусит меня голова Но укусит не злобно, не больно Ибо летом в ночи у реки Нет обиженных и недовольных Приносите портвей, мужики Это была Ода Крымскому портвейну, как вы понимаете Которую мы вчера изрядно тут хлебнули С друзьями Но они счастливые Они тут расслабляются Нам ещё концерт кувыркаться Но, как говорится, вы подождите Мы после третьего трека вас догоним По количеству градусов Самое детское стихотворение Мои лирики Вот прям для самых дошколят Когда моей дочке было Всего лет 6-7 Написал я его А написал потому, что в дочке Внезапно пробился поэт Иронического склада Значит, она Так, не в 7, наверное, в 8 лет Написала стихотворение Такого содержания Как приятно коту на природе поссать Это чувство, скажу я, ни с чем не сравнять Но не только коту Уверяю, друзья Ведь любитель поссать Это я Значит, я был, конечно, удивлён и ошарашен Таким произведением Ну, потом дочка замолчала надолго Как поэт Ну, а мне пришлось как-то ответить Ну, где кот, там и мышь И я написал про мышонка Называется стихотворение Мышок-алкашок У меня завёлся мышок И мышок тот, видать, алкашок Он прогрыз мне с картошкой мешок А потом Пожевало часов ремешок А потом для усладокишок Съел заморский продукт артишок Думал я успокоиться? Нет Он подгрыз мне свинишком пакет Ах, какое там было вино Прилетело из Кипра оно А проказливый этот мышок Им решил забить артишок Вот такой вот мышок-алкашок От злодея я спрячу вино Водку в сетку и за окно Выпью всё остальное, что есть Интересно при этом одно На таблетке он может подсесть Ну вот Собственно С детскими стихами На этом покончено Ну и вот Будем повышать градус взрослого письма Для юношества стихи Как хорошо быть летней мушкой Над жопой конской летать Упаться в ранках понемножку И кровью голод свой питать Но мушку птичка может слопать Удод, синица, воробей Нет, не хочу питаться жопой Я буду птичкой Точно ей Вот наловил я жирных мушек И к лужице присел попить И тут же котик нехороший Меня собрался изловить Как страшно жить на этом свете Пусть даже ты с хохлом удод Не подобьют рогаткой дети Так кошка точно задерёт Нет, буду я котом вальяжным Дремать на травке, шерсть лизать Просить сметану с видом важным Мышей и птичек угрызать Но вдруг приспичит живодёром Котов на шапке наловить Или борзая рысью скорой Кота захочет затравить Нет, я останусь человеком Быть человеком хорошо Эстонцем, негром, хитрым греком Хоть украинцем Ну а шо? А вот в этой книжице, где уже стихи такие Более серьёзные И не менее возвышенные Есть забавный раздел Он называется «Имена бывших» Я, значит, попытался как-то Описать ситуацию взаимоотношений С бывшими союзными, а теперь С соседскими республиками и странами Начал я с Российской Федерации И вот что из этого получилось Жить неплохо с именем Андрюха Всё всегда в порядке у Андрюха Хулигану вкатит оплеуху А любимой почитает вслух Жить надёжно с именем Серёга Никогда Серёга не предаст Мало говорит, а знает много Он романтик и чуть-чуть фантаст Да, мы в курсе Замуж за Ивана А для секса всё-таки Артём Ваня пьян и дрыхнет под диваном А с Артёмом будет всё путём Бесконечно сладостный любовник Человек по имени Вадим Если муж твой псих и уголовник То Вадим тебе необходим Не бери в любовники Гафура Сам Гафур-то вроде ничего Но подруги обзовут профура Если станешь привечать его Как коняга пашет на работе Верный муж по имени Олег Юркий Саня Пленник грешной плоти Без разбору в койку тащит всех Моисей Ефим или Аркадий Неплохие тоже имена Есть ещё Рамзан, Курбан, Мавладий Мы мультикультурная страна Выбор есть у русских, у девчонок Просто не гамол Не потому ль я живу с тобою Мой зайчонок Мой цветок по имени Айгуль Ну вот шли годы И меня друзья, приятели стали упрекать Ну что ж вот так мало Даже самых распространённых имён отразил Вот надо как-то расширить Дети Святцы Этот Патерик Ну вот как-то вот Побольше было имён Ну годы шли Тут грянул Майдан И я понял, что писать надо об украинских именах Они вот тоже неплохие Звучат практически так же Но только чуть-чуть фонетикой отличаются Имена Украины Жить неплохо с именем Микола У Миколы ствол стоит как кол В клинику по перемене пола Никогда б Микола не пошёл Володымир Имя очень секси Княжье имя, что там говорить И в честном бою, и в честном сексе Всем даст Володымир прикурить Ничего вам не скажу плохого О парнях по имени Тарас И усыклицу И мастер слова И любимец дам И лидер масс Человек по имени Арсений Утончён, изыскан и умён Если же он бычара, а не гений То тогда Арсен зовётся он Как чешуйчатый боа констриктор Пряча тело в джунглях среди лиан Ждёт своей добычей хитрый Виктор Булавой похвалится Богдан Если ж вместо булавы булавку По ошибке даст Господь Дмитру То Дмитро на жизнь не станет гавкать А приладит к жопе кобуру Пан Виталий ласков и заботлив Пан Михайло щирый хлебосол По-кавказски храбр, славоохотлив Да, грузин, но истинный хохол Есть на Украине молдаваны Есть у них Ренат и Мустафа Есть в Крыму айдеры и османы Нет здесь нации, все здесь антифа Есть у них ещё же добандеры Беня, Геня, Сеня и Петро Все красавцы, все миллиардеры Богатеют и творят добро Украина Ты, дитя и мама Лона мира Божий вертоград Впился в листья Чёрный жук Обама Корень гложет Путин Колорад Ну вот, в этой книжке ещё есть стихи про имена Узбекистана На этот раз женские Имена Казахстана, имена Белоруссии, имена Прибалтики Но я их читать не буду Если захотите, сами полистайте Либо в книжке, либо в интернете где-нибудь Я хотел бы прочесть, ну, как бы так сказать Пользуясь расслабляющей курортной обстановкой и близостью к морю Стихотворение о море, но о таком уже дальнем море, о океане, можно сказать Называется стихотворение «Змейная ревность» Ты это заслужила, тварь из леса Воскликнул я И разрядил ружьё В питониху по имени принцесса В глаза и пасть разверстуя её Холодное лоснящееся тело Как бы застыло в воздухе на миг И на пятнадцать метров отлетело И уши мне пронзил нездешний крик Вот так любовь кончается земная Кровавой слизью в зелени травы Лежит моя подруга ледяная С котлетой красной вместо головы Неужто с этим задубелым шлангом Совокуплялась человечья плоть Меня с моим товарищем Вахтангом Как допустил до этого Господь Нас только двое в бурю уцелело Когда пошёл ко дну наш теплоход Вахтанга, растопыренное тело Я оживил дыханием рот в рот С тех пор, едва отправившись от стресса Я на себе ловил Вахтанга взгляд И лишь змея по имени принцесса Спасла от лап товарища мой зад На острове, где жили только крабы До пары неуклюжих черепах Вдруг появилась женщина Хотя бы в змейной шкуре Но красотка! Ах! Мы женщину почуяли в ней сразу Вахтанг мне крикнул Первый чур моя И дал ей под хвоста такого газу Что чуть не окочурилась змея Я тоже ей вонзал под шкуру шила Но был я нежен, ласков и негруп Она потом Вахтанга удушила Мы вместе ели волосатый труп Вот так мы жили, с ней да поживали Она таскала рыбу мне из вод А я, порой обтряхивая пальмы Делил с принцессой сочный дикий плод Сплетаясь на песке в любовных ласках Я забывал и родину, и мать Такое, думал я, бывает в сказках Такое лишь принцесса может дать Однажды я смотрел на черепаху И зашипела на меня змея И чуть я не обделался со страху Принцессой был чуть не затушен я Когда же о России вспоминая Я засмотрелся на косяк гусей Она хвостом мне шею обнимая Сдавила так, что вмиг я окосел Уже она и к пальмам ревновала К биноклю, пузырьку из-под чернил И рыбу мне лишь мелкую давала Чтоб я с рыбехой ей не изменил И так меня принцесса запугала Что как мужик я быстренько угас И лишь рука мне в сексе помогала Которой я курок нажал сейчас Лежит моя принцесса, как обрубок И я над ней с двустволкою стою Нет больше этих глаз и этих губок Жизнь хороша, когда убьешь змею Ну, наверное, последним или предпоследним будет стихотворение про Крым Написано очень давно Еще когда не возникало вопрос Крым наш, не наш Вот Текла себе труба через Украину И все было хорошо, спокойно и весело Вот Ну, вот, как-то вот Скоро, наверное, перестанет стечь труба А в Крым все тот же Как и сто, и двести, и тысячи лет назад С гитарой и каменным членом Что я на раскопках нашел По крымским прибрежным просторам Я с песней веселую шел Увидев знакомое место Спустился я в каменный грот Там с телкой красивой пилился Какой-то лохматый урод Потер я руками тихонько Свой каменный древний бум-бум И тут же убрался лохматый С поклоном и криком «Ау!» На телочку я взгромоздился Но собственный мой бум-бараж Скукожился и опустился И тетку всю сключила аж Но древнему длинному камню Желание я нашептал И бум-бумой вялый и мягкий Могучим и каменным стал До ночи молилась лингаму Подружка случайная та А я ее бум-бум-бум-кал До красных соплей изо рта Наутро она рассказала На пляже про дивный лингам И куча вопцов набежала В мой грот на бум-бум и бам-бам Когда появлялись толстухи Шептал я лингаму «Гони!» И пукая те убегали И в море тонули они Когда ж появлялись немфетки Не старше тринадцати лет Лингам я давал им помацать Но сам отвечал только «Нет!» И очень любил древний камень Немфеток потыкать слегка Как будто его направляла Прозрачная чья-то рука А взрослых хорошеньких самок Уже и раскладывал сам И силу давал мне могучий Загадочный древний лингам Когда же мне тёлки приелись Гитару я вспомнил опять И вдруг я запел Словно Элвис И вдруг научился играть Как Хендрикс Как Эл Демиола Играть на гитаре я стал Хоть раньше звездой рок-н-ролла Себя никогда не считал Я знал А Куджаву И Мурку Теперь сочиняю я сам Спасибо, спасибо, спасибо Мой дивный Мой чудный лингам И тёлки ну просто сдурели Когда я вернулся в Москву С гитарой И каменным бумбо В столице я круто живу Пою я на крупных площадках В ночных дорогих кабаках Живите не с аистом в небе А с каменным членом в руках Таков мой завет молодёжи И вот что добавлю к тому Да, мне улыбнулась удача А ты сообрази, почему Я книжек читал дофигища Историю мира узнал И каменный этот хуище Средь прочих камней распознал А был бы я не очень серым Подумал бы камень Да ну И пнул бы его Со всей дури Подальше в морскую волну Ну, наверное, будем завершать Ещё одно небольшое стихотворение Вот Перед тем, как начнётся концерт Бахкомпота Наши Крымские друзья-музыканты Вот хотели бы снять сцену Для своего фильма Где, как я понимаю Будем действовать и мы Ну, собственно, мы днём уже Кое-какие фрагменты снимали Кадры получились весёлые Вот, так что Пятиминутная будет такая съёмочка С джемом Вот, ну а потом Начнётся трэш Ну, всё, как мы любим Машина времени распалась На тьму осколков Все не счесть И ничего нам не осталось Как в новую реальность влезть Тот мир, где ржачка и ламбада Похоже, сгинул навсегда Из состояния распада Народы, страны, города Любови, семьи, дружбы, люди Всё разлагалось Но не так У нашей Примадонны груди Вдруг отвалились И елдак А мастер Басин под гитару Вдруг ощутил себя борцом Теря отводил он по бульвару Со скорбным кроличьим лицом Подайте, бедному Макару Похожий кролик, но плешивый Пресвитер секты сатаны Взорвал Донбасс А стонет Киев Так скучно было без войны И Украина скачет, скачет Закутав маскою лицо И старый панк В Сибири плачет Узнав, что жив Анита Цоя Спасибо Перерыв 10 минут Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!